Итак, всем привет, с вами Soul, начинаю прохождение DLC для Kingdom Come Deliverance From the Ashes из пепла. Спонсор выпуска Ангел Месть, огромное спасибо за донат. Давно я не играл в игру, уже несколько месяцев, сколько там, три прошло или два с половиной, поэтому подзабыл боевку, подзабыл горячие клавиши, всякие комбинации. Так, погнали. После того, как вы со своими товарищами по оружию изгнали бандитов из Прибыславицы, деревню ждала обычная судьба. Быть медленно поглощенной окружающими лесами, очень жаль. До того, как она была захвачена лидером преступников, это было просторное многолюдное селение, судя по размерам разрушенного костала, единственного сохранившегося признака прошлого процветания. Немного вот эта текстура на текст заходит, но в принципе все понятно. Вас всегда интересовало, почему люди не вернулись, чтобы снова там жить. Так что вы были приятно удивлены, когда пан Дивиш сообщил, что у него имеются планы насчет его бывшего поселения. Вам точно неизвестно, что он имел ввиду, но вы были бы рады помочь. В Таленберге у вас определенно получится узнать, что необходимо сделать. Так, то есть это вот уже DLC непосредственно. Давайте, я точно помню, что на чем мне коня моего верного можно позвать. Давайте погоним в Таленберг. Так, посмотрим, что там у нас на М, что там у нас в заданиях. Так, это основная сюжетка, ее снимаем. Это будем ждать выхода, наверное, продолжения основной игры. Так, значит нам нужно в Таленберг, правильно? Да, вот здесь даже подсвечено новое задание, что есть. Так, а как там, кстати, снять вот эти точки? Уже все забыл. Так, два раза. Окей. В прошлых прохождениях, кстати, у меня был старый процессор, старая оперативка, в общем, все старое, кроме видеокарты. Но видеокарта была, да, уже новая, 1080, так что возможно, некоторые улучшения или производительности, или FPS, или графики вы увидите, но не слишком значительные, потому что в основном, конечно, в играх от видеокарты все зависит. Но процессор у меня был тоже древний, он там грузился на 100% уже во многих моментах, так что. Так, не буду я запись на паузу ставить, потому что, ну, сразу вместе с вами, чтобы вы увидели, что, где, кому, куда. К пану, что ли, надо идти. Вот с прогрузками текстур у них тут до сих пор. Или это не прогрузка текстур, это тут просто разрушили при штурме. Нет, похоже, все-таки это баг, потому что, посмотрите, на это баг. Так, ладно. Ничего страшного. Наверное, он на третьем этаже. А, он молится всегда тут, вот. Во славе Господа нашего, что тебя ко мне привело. Что происходит в Прибысвалице? Не смогу ли я быть вам полезен, пан Дивиш? До меня дошли слухи, что в Прибысвалице что-то происходит. Индрих, ты появился в нужный момент. Я послал человека в Прибысвалицо моего землера. Землер? Так, сделал я игру несколько погромче. Землер? Что такое землер? Тот, кто измеряет землю. Я дал ему задание проверить, в каком состоянии находится поселение, чтобы узнать, сможем ли мы его отстроить. Вы собираетесь его снова заселить? Да. А почему Прибысвалицо из всех прочих мест? Потому что она простаивала без дела, превращалась в руины с тех пор, как была разграблена Гавелом Медиком много лет назад, и пришло время это изменить. Что ж, теперь это должно быть безопасно. Мы разбили это отребье на поле боя. Да, именно поэтому я отправил туда своего мастера Землера. Но он должен был вернуться давным-давно. Если вы не возражаете, то я могу отправиться его поискать. Я был бы благодарен. Возможно, он бы просто задержался, и мне было бы спокойнее, если бы ты проверил. Так. А это уже в последний миг, да. Ну, это про основную сюжетку. Он говорит, что он там заточил бы его на много лет и так далее. Гада, которого, собственно, мы отпустили по основной сюжетной ветке. Так. Что тут потерявшийся в лесу, значит, да? Так, секунду. Землемер. Пусти, пусти. Не путё. Так. Нет, я чё-то понять не могу. Наверное, всё-таки тут какие-то разрушения произошли, потому что... Ну, вы можете в комментах написать. В принципе, да, тут осада была, штурм, рушили, чё-то. Наверное, это не баг, но там всё равно какие-то текстуры в воздухе были. Ну, ладно, полубак, там не суть. Не важно, всё равно игра крутая. Так. Ну, давайте быстрое перемещение, что ли, используем. А-а-а, это то самое место. Да ладно, где лагерь я защищал? На этом месте, что ли, город он хочет строить или чё? Ой, стрелы-то у меня есть про запас. Это количество? Да, отлично, стрелы есть. Потому что лук я больше всего люблю. Вот он. Так, землемера его надо найти. Флажки тут всякие стоят. Непонятно, есть что-то новенькое или нет. Ну, в плане, то есть, землемер добрался или ему череп проломили где-то? Землемер, ты где? Здесь ворота открыты, они, по-моему, были закрыты раньше. Так что, возможно, кстати, да, возможно, сюда надо идти. Может быть, землемер решил выбрать точку обзора повыше? Вот в таких местах, интересно, стоит ли мне ставить на паузу, допустим, запись, найти землемера и только потом запись включить, чтобы как бы ваше время не тратить. Можете написать в комментах или все же оставлять, записывать вот это вот все подряд. Просто неизвестно, то есть, вдруг диалог начнется внезапно, знаете, где-то я на него наткнусь, бац. Ну, тут нет землемера и непонятно, где он. В общем, надо его искать. Ну, вот сейчас уже понятно, что надо его искать, как бы, и я использую сохранение. И, собственно, буду его искать. А если диалог внезапно начнется, тогда отгружусь на сохранение и вам, собственно, покажу, чтобы ничего не пропустили. Тут мы коротышку прикончили в этом здании, когда этот лагерь штурмовали. Так. А, стоп! Даже не пришлось на паузу ставить. Жи, это разбойники? Ну, с ними можно поговорить. Ну-ка, и чё? Ну, теперь мне всё ясно. Что? Кто ты такой? Тебе нечего здесь делать. Я Генри, и я ждал вас здесь найти. Что? Откуда ты? Землемер пана Дивиша пропал в этой местности. Что ж, похоже, что ему не повезло, верно? Дивишу следовало прислать на переговоры кого-нибудь получше. Он прислал меня не на переговоры, он прислал меня разобраться. Разобраться нас много, а ты один. Так что я бы дважды подумал насчёт того, как ты будешь разбираться. Ну, так, у меня нет времени, это такое. Бери пока, я хочу к вам присоединиться. Отпусти его. Ну, давайте поговорим. Отпусти его немедленно. Или можешь остаться здесь и кормить ворон. Как то от репей, которое здесь было до тебя. Ладно, ладно, незачем так спешить, а? Что ж, тогда мы уходим, тихо. Тот парень в палатке. Ну, я объясню, почему я не стал их убивать, потому что это такой шоколярский максимализм, когда тебе есть возможность кого-то убить легко, ты знаешь, что это легко, и тебе за это ничего не будет, и ты всегда сразу убиваешь, естественно, выбираешь всегда убивать. Это разбойники, они более-менее адекватные, понятно, что они разбойники, но, во-первых, они, видимо, не убили этого землемера. Во-вторых, они сами предложили договориться, то есть они даже, несмотря на то, что их большинство было... Надеюсь, он жив, а то сейчас получится жесть, если они ему бошку проломили. Нет, вроде он жив. Давайте сохранимся. В общем, они сами предложили, даже имея преимущество, ну, типа, что я могу с ними договориться. Поэтому это время тёмное, даже сейчас всякие разбойники есть и банды. Тогда уж это, ну, по средневековым меркам, это супер вообще адекватные культурные разбойники, как по мне. Поэтому я не стал ничего с ними делать, пусть уходят. С теми, с кем можно договориться, мне кажется, стоит договариваться, если, конечно, это не совсем какие-то конченные договоры будут, но тут нормальный договор. Спасибо. Вот всегда, пожалуйста, Пандивиш послал меня найти вас, и похоже, что я прибыл как раз вовремя. Воистину. Я Генри из Скаллица. Меня зовут Майус Билик, мастер землемир. Пандивиш отправил меня сюда для оценки территории. Что ж, преступники удалены из поля зрения, так что мы можем ему доложить, верно? Пока нет. Эти негодяи поймали меня, как только я прибыл, так что всё, что я видел, это крыша платки изнутри, в которой они меня связали, и у меня всё ещё много работы. Присоединяйтесь ко мне, если пожелаете, мы доложим по, ну, Дивишу позже. Идти с Мариусом я бы лучше не пошёл, но давайте идти с ним. Я провожу вас, по крайней мере, смогу убедиться, что вас не схватили ещё раз. Что, вокруг есть ещё разбойники? Нет-нет, я имел в виду, неважно. Пойдёмте. Так, игру сделаю ещё погромче, наверное, секунду. Так, давайте в заданиях тут посмотрим, чё там. Так. Давайте осмотримся. Блин, всё-таки как же мне нравится лук. Наверное, самое лучшее, что в этой игре есть. И имбовое, но на самом деле. Это отличное место для ратуши. В каждой деревне она должна быть, отсюда её будет отлично видно. Здесь склон холма, так что фундамент будет оставаться сухим. В деревне есть возможность создать маленькую площадь поближе к костюлу. Лучшего места не найти. То есть, деревня будет с ратушей? Я не понял, или в смысле нужно выбрать чё-то одно. Вообще, здесь, не знаю. Но если все эти платки снести, то может быть, да. Но ему виднее, он на рестаркш. Точнее, не рестаркш. Тьфу, ты, я тут буду за рестаркша. А он как, ну, архитектор или кто это, планировщик, землемер. Церковь до сих пор не рухнула. Отлично, отлично. Тот, кто её построил, прекрасно постарался. Принимая во внимание, насколько она старая, и что ей пришлось пережить недавно, она в отличном состоянии. Починить её будет непросто, но возможно. Впрочем, лишь только одной древесины не хватит. Да мне кажется, лучше строить здание вообще не из древесины, а из камня. На века, так сказать. Из кирпичей, не знаю, из камней. Древесина, к тому же, ещё и воспламеняема. Хотя тут, понятно, что на камень, наверное, не хватит ни ресурсов, ни денег. Ну, не знаю, если тут будет выбор, конечно, из чего строить, или типа какие-то здания. Но, по идее, выбор будет. В принципе, действительно, место-то такое выгодное, стратегически. Тут и холмы какие-то, и оборонять его выгодно. Хотя, если тут деревню они решили построить, ну, может, у них какие-то, знаете, есть планы дальнейшие, полувоенные, или даже военные на эту деревню. Типа, как точка опоры. Или они просто хотят, чтобы тут... Ну, короче, разумно, да, здесь закрепиться. Разбойники же тоже не просто так это место выбрали. Тут, с одной стороны, и оборонять его как-то проще. Ну, когда вот мы готовили штурм, это и прибысливалец, или как её там... Сюда может поместиться хотя бы одна лавка. Возможно, пекарская. Прикольно. Блин, хорошо, что выпустили DLC для Kingdom Come On. Игра топовая, несмотря на все эти баги. Ну, понятно, есть баги, но мне, честно, вообще ноль беспокоит. Здесь довольно просторно. Нужно просто тщательно очистить территорию. Тогда здесь могут разместиться конюшни. А конюшни ещё. Хотя тут баги-то и не такие уж и... То есть, главное, что прохождение возможно. Возможно, нелинейность. То есть, ну, какие-то там текстурки, ещё что-то было. Я когда об этом как бы говорю о багах, я не имею в виду, что прям, о, что-то критическое там. Всё, фу, фу, там. Вот, то есть... Ну, баг и баг. Чё, мои девчонки, что-то? Главное, подъездная дорога и ручей. Кстати, насчёт багов. Я тестировал воду, что на низких настройках, что на ультре. Вообще разницы никакой. То есть, некоторые настройки здесь либо не работают, либо у меня с глазами что-то. Либо, я не знаю. То есть, вот вода, она смотрится одинаково. Мне мост нужно укрепить. В таком состоянии он долго не простоит. Я полагаю, что будет иметь смысл постройка за пруды вниз по ручью. Вода здесь чистая, и её можно пользоваться для питья до тех пор, пока мы не выкопаем колодец. Нам повезло, что здесь есть ручей. Без источников воды стройка бессмысленна. Это да. Раньше же не было всяких КАМАЗов, всякого транспорта такого, чтобы постоянно доставлять там воду или ещё что-то. Даже если на повозках воду доставлять, либо она разольётся, либо разбойники нападут, либо здесь могут провозить припасы и товары. Либо она просто испортится, загниёт. Я не знаю, там как у них. Хотя, может быть, они как-то её кипятят, просмаливают. Ну, конечно, уже были у них в те времена какие-то методы по очистке воды и по продлению срока её хранения. Тут, наверное, раньше... Так, мне не видно сквозь деревья и руины, имеется ли достаточно места для чего-нибудь ещё. Но, по крайней мере, деревья здоровые и прочные. Нам лишь нужно несколько крепких дровосеков, и нам не придётся доставлять дровесину из других мест. Ну да, здесь такая ещё чаще с одной стороны кругом. То есть, не знаю. Наверное, здесь часовых имеет смысл везде. Будет поставить. Но это я уже так вжился в роль. Чтобы такую деревню как-то защищать, чтобы заранее видеть, кто к ней подкрадывается. Хотя, я не знаю, может, они тут и правда просто деревню хотят сделать. Каменные фундаменты, они пригодятся. К тому же мы близко к ручью. Ну да, вот эти разобрать и что-нибудь из них построить. Или, не знаю, на них что-нибудь построить. Хотя, наверное, знаете, большинство деревень в те времена были в какой-то чаще. Собственно, там, наверное, везде чаще было. Сейчас у нас всё вырубили в городах. Мы ходим, всё видно. На самом деле, это изначально было не так. Всё было в лесах, в растительности. Так что, наверное, это обычная самая ситуация, что кругом такая чаще. Ну, для тех времён, имею в виду. Да, помню, как я проходил эту локацию. Здесь много места. Я туда вот зажался, там, в угол. И, короче, весь лагерь перебил в одиночку. Давайте сохранимся, а то мало ли чё. Здесь уже есть колодец? Всё к лучшему. Вот это, что ли? Ну да, но чё-то он какой-то... Не знаю. Оттуда пить-то можно? А то, я тут помню, травануть можно было как раз всех при штурме этого лагеря. Ну, то есть, в любом случае, это DLC. Его пройти можно только по 100, как мы этот лагерь зачистим. Просторная территория, чистая вода, близко к лужайке. Отличное место для карчмы. Что же, вот так, основной осмотр проведён. Хм... Ой, давайте сохранимся. Да, я часто сохраняюсь, но потому что вдруг какой-то выбор будет, а я потом захочу переиграть, посмотреть, что будет, если я что-то ещё выберу. Так, ну чё, с ним поболтать, что ли? Поговорить с землемером. Как проходит осмотр? Итак, мастер землемер готовы начать строительство. До этого ещё много воды утечёт, кое-какие из оставшихся развалин ремонту не поддадутся. И всё заросло кустарником. Господи. Нам придётся всё очистить, прежде чем мы сможем начать перестройку. Так это всё возможно? Да. Но отстроить целую деревню – большое дело. Нам понадобится древесина и много. Что? Конечно, вовсе не проблема посреди леса. Нам понадобится нанять работников для начала, побольше людей. Хм... Я думаю, нам следует начать без проволочек. Потребуется вложить много труда, но наши усилия окупятся. Могу представить, церковь будет выситься над всем поселением. Это отличные новости. Когда вы сообщите пану Дивишу? Зачем ждать? Я немедленно отправлюсь в Таймберг. Но вы присмотрите за территорией тем временем? Будет чрезвычайно неловко наткнуться на новых бандитов, когда я вернусь с паном Дивишем. Разумеется, не покину это место. Мы не задержимся надолго. Добро пожаловать при Беслевайлицу пану. Вернее, добро пожаловать при Беслевайлицу после всех долгих лет. Вернее, в то, что от нее осталось. Не переживай, Мариус. Я рад вернуться в мое старое селение. Однако, похоже, что оно состарилось столь же элегантно, как и я сам. Помилуйте, пан, оно порядком обвершало, в отличие от вас. Но, по крайней мере, оно теперь в безопасности. И это благодаря Инджи Грихо, который спас меня из передряги, стоившей мне драгоценного времени. Кто знает, если бы не он, то мы могли бы вообще более не беседовать. Что ж, парень, как я погляжу, ты повлиял на ситуацию по-своему. Как и обещал. Старался как мог, пан. Так. Я заплатил им выкупы, я хочу компенсации, это не важно. Я их прогнал. Не будем лагать, я не люблю ложь. Они совсем не выглядели грозными, так я слегка надавил на них, и они пустились на утек. Их было больше, но ты сумел их напугать? Они были совсем зеленые щенки. Думаю, что они меня слегка испугались. Блин, надеется, что они не попытаются предпринять чего-либо подобного снова. Уверен, что не попытаются, пан. Вернемся к текущим делам, да? В каком состоянии находится Прибысливальц? Пан, пользуясь своим официальным положением Землямира, я имею удовольствие сообщить вам, что селение Прибысливальца можно восстановить, и совершенно определенно у него есть перспективы к расширению за границей его текущего межевания. Великолепно! Наконец-то хорошие новости для наших краев. Мы так в них нуждались. Итак, что вам удалось узнать? Я хочу узнать все подробности. Так, расположение деревни, вода и древесина. Не будет ли это слишком дорого? Кто будет здесь жить и работать? Это будет чудесная деревушка. Расположение деревни. Мы смотрелись вокруг. Мы провели начальный осмотр, с которого стали ясны первичные очертания участков. Я уже держу в голове исходные планы места потенциальной застройки. Нам определенно следует иметь церковь. Я бы хотел сохранить имеющийся. К этому нет серьезных препятствий, здание в гораздо лучшем состоянии, чем мы ожидали, но все же потребуется серьезная реконструкция. Потребует. Этого следовало ждать. Вода и древесина. Здесь есть ручей, а в центре деревни даже колодец. Да, и леса вокруг изобильные. Их вырубка предоставит дополнительную территорию, а также послужит источником древесины, который можно будет сразу пустить в дело. Я полагаю, в данный момент мы находимся на территории деревянской лужайки, будущей лужайки, так вернее. В центре деревни будет располагаться по меньшей мере шесть крупных зданий, для начала. Сюда не получится уместить больше. Вдали от центральной площади будут другие здания, в частности, более крупные строения. Я рад это слышать, я не ожидал, что вы найдете столь обширное пространство здесь, в лесах. То строительство, которое мы намерены вскоре развернуть, лишь первая часть моего плана. Позже мы вырубим лес пошире, под сельскохозяйственные угодья, и построим больше фермерских домиков. Но в данный момент нам стоит сосредоточиться на более достижимых целях. Как пожелаете, пан. Не будет ли это слишком дорого? На перестройку целой деревни потребуются королевские расходы, я полагаю. Это правда, дешево подобное не обходится, прежде чем ремесленники обосновятся здесь и начнут производить и продавать товары, понадобится вложить определенный капитал. Определенный, и сколько в точности. Я бы не осмелился предположить точную цифру прямо сейчас, но я полагаю, что счет пойдет на тысячи, возможно, даже десятки тысяч грошей. Так много, надеюсь, что вы любите поторговаться. Нам следует, разумеется, попытаться закупать все по максимально низким ценам, но восстановление деревни из руин, которые вы видите вокруг, это достаточно дорогостоящее дело. Тем не менее, могу вас заверить, пан, что если все пойдет как по маслу, то любое вложение вернется к вам с процентами. Надеюсь, что я доживу до их получения, мастер Мариус. Кто будет здесь жить и работать? Деревня не является таковой бежителем, и вам потребуются новые поселенцы. Даже подготовка участка построения требует больших усилий. Где мы сможем найти столько людей, пан? Я слышу в твоем голосе сомнения, парень, но это хороший вопрос. Я его уже обдумывал. Я пришел к соглашению с Рациком и Ганышем, что мы огласим новости врата, и чтобы привлечь людей к переезду сюда и помощи в строительстве. Может, беженцев, что сдаст им преимущество, но и обязательства. Кроме того, я ожидаю, что предложения новых домов могут привлечь твоих старых соседей из Калец, и ведь это лучше, чем временные лагеря у стен замка. Они будут в восторге, пан. Великолепное решение, пан. Я также озабочен транспортировкой переселенцев сюда. Но теперь похоже, что у нас не будет недостатка в новых жителях. Это будет чудесная деревушка. Похоже, дела наконец пошли к лучшему. Мы разбили бандитов в битве, а Инджерих разобрал с их остатками. Итак, мы сможем приступить к работе? Прямо сейчас, как я полагаю, нам лишь нужны люди и необходимые средства. И нам нужен кто-то для поддержания порядка, хотя бы временно. Верно, я оставлю вам часть своих людей. Если я осмелюсь советовать, то стоило бы побыстрее назначить рейхстаржа, чтобы нести ответственность за перестройку деревни, ее ценностей и граждан. Верно, первым делом самое важное. Раз ты разбираешься в этом лучше всего, то ты и должен принять на себя руководствами, живанием, участков и строительными работами. Ты сможешь помогать рейхстаржу, но отчитываться будешь непосредственно мне. Это честь для меня, пан, благодарю вас. А что касается рейхстаржа... Как насчет тебя, Генри? Да, пан. Ты доказал свою пользу, показал, что способен решать проблемы. И ты заслужил уважение своих бывших соседей в скаляце. Ну, я не был бы так уверен. А также ты умеешь поддерживать закон и порядок. Должен согласиться. Так что не будем медлить. Индрих, настоящий мне назначает рейхстаржем деревни прибасливается в моих владениях. Это великая честь для меня, пан, благодарю вас. Ты будешь контролировать первичную перестройку и осуществлять руководство деревни, что заложит фундамент для будущего развития. Но не воображай, что будешь почивать на лаврах, парень. Должность рейхстаржем не означает, что можно делать, что сблагорассудится. Если не будешь обращаться с поселянами справедливо, я тут же узнаю и лишу тебя власти. Кроме того, мы не сможем выделить и одного гроша из сокровищницы Тайльнберга теперь, когда провинция находится в состоянии краха. Так что тебе придется покрывать стоимость строительства из своих собственных карманов. Мне, но Мариус сказал, что это будет стоить целого состояния. Верно, но до меня доходили слухи, что ты умеешь делать гроши из воздуха. Так что я ожидаю, что ты справишься. Хотел бы я узнать, кто распространяет эти сплетни. И я поручу тебе отдельные и конкретные задачи. Ты должен обеспечить перестройку костела. Это означает полную реконструкцию, настенные фрески и новый алтарь. С учетом того, что в будущем деревня сможет обеспечивать определенное количество людей, тебе придется обеспечить перестройку основных строений для ремесленников. И наконец, деревня должна получать достаточно прибыли для поддержания дальнейшего расширения. Но, пан, я никогда раньше... Я понимаю твои сомнения, но тебя ожидает существенная награда. Я предоставлю тебе доходы со всей деревни за первые пять лет. Но только пять лет. И я даю тебе свое разрешение на использование окружающих лесов и земель по своему собственному желанию. Что ж, это я хочу сказать, вы уверены, что я подходящий человек для подобной работы, пан? Это огромная ответственность. Как ты сам сказал, Генри, это огромная ответственность. Кроме того, ты не будешь одинок. Я помогу тебе и буду наблюдать за строительством. Фух, тогда ладно. Итак, по рукам. Отдай этот документ рейхстаржу Ротая. Он огласит новость о приглашении поселенцев, что обеспечит вам достаточно людей для начала работы. Одновременно будет провозглашено твое назначение рейхстаржем. Я не знаю, как выразить благодарность, пан. Я уверен, что ты меня не разочаруешь, Генри. А теперь я должен вернуться к своим обязанностям в Тальнберге. Пришли весточку, когда все будет готово. Разумеется, пан, желаю вам безопасного возвращения. С богом, пан. Доставить письмо рейхстаржу Ротая. Так, ну что, здесь пацанов разместили, которые будут все это охранять. С этим поболтать можно? Что теперь? Прежде чем мы начнем возводить на дворной стране, нам нужно очистить всю территорию, а также нам понадобится множество людей для работы и межевания земель. Ладно, я полагаю, что мне следует сперва отправиться в Ротая и послушать оглашение. Верно, я уверен, что рейхстарж будет более чем счастлив. Это поможет ему избавиться от беженцев, и его горожане прекратят жалобы. Я пока останусь здесь и начну строить план по нарезанию строительных участков. Как только работники будут пребывать, я стану выделять каждому участок работы. Так, секунду. Как говорят в городе, новый шериф, только теперь это не шериф, а рейхстарж новый. Так, я не знаю, я успею ли там дойти до ночи, так что давайте сначала на мельницу дам задание идти. Не люблю я ночами все делать. Утро вечера мудренее, как говорится. Кстати, пишите в комментах, нужно ли мне озвучивать все диалоги, или только говорить, как-то комментировать свой выбор вообще, меньше комментировать, может быть, меньше озвучивать диалогов. То есть вы сами все отследите нормально, или как? Вообще это имеет значение, или может быть без разницы? Как лучше? Так. Ну, я сейчас поем из котелка, подожду следующего дня, чтобы... А, зачем сохраняться? На кровати же сохранение. Да, там сделали по-новому. С тех пор, как я играл в сохранение, можно было просто ее удерживать, и сразу, по-моему, продрых. Так, больше спать не смогу, но давайте, ладно, столько посплю нормально тоже. Эта энергия как раз восстановится. Кстати, быстрее на новом процессоре и оперативке стала происходить загрузка, вот, ну, после сна, в общем. Так, приготовить я ничего не могу, ну ладно. Я... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 все потерявшийся в лесу выполнил что мы туда поболтать что хочет или чё место что зовется домом поговори с мариусом мариус это подожди ты кто все с ним не надо говорить нет с мариусом это тот видимо рестарш который там находится так здесь я все выполнил да в каком стене моя снаряга что-то есть изношенная немножко подчиниться на починиться что шла назначили меня значит новым этим данный квест выполнили показали вот это вот прохождение и буду пилить дальше сейчас я пойду починюсь но там ничего интересного это записывать не буду и сразу как обратно куда нам нужно прибасливалицу прибыть да вот прибуду и начну сразу запись все всем спасибо за внимание пишите комменты